Здравствуйте, уважаемые телезрители! Время на дворе сейчас замечательное, все цветет и благоухает, и многие этому обстоятельству рады, но кто-то и огорчен. Поговорим сегодня об аллергии. С минуты на минуту мы в эту студию ждем врача-специалиста, который знает об аллергии все. Аллергия – одно из наиболее распространенных заболеваний на Земле. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ею страдает около 40% населения планеты. Проявления аллергии способны снизить работоспособность, ухудшить качество жизни. Сегодня в каждом доме можно найти несколько источников аллергии. Это могут быть продукты питания, шерсть, пыль, бытовая химия. Значение имеет и наследственность. Главная задача диагностики и лечения – определение аллергена и устранение реакции. Еще раз повторюсь, уважаемые телезрители, что эта программа «Скажите, доктор» сегодня первый выпуск, и он посвящен аллергии. Наш телефон 67 97 67. Если у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь, звоните, задавайте. Поскольку у нас сегодня в студии врач-аллерголог-иммунолог и по совместительству министр здравоохранения Новгородской области Антонина Васильевна Савалюк. Здравствуйте, Антонина Васильевна. Здравствуйте. Скажите несколько слов в связи со стартом такой программы. Нужна она или, может быть, некоторые говорят, что Google сегодня всем в помощь. Как вы считаете, нужна такая передача на нашем местном телевидении? Конечно, нужна. Но кроме Google есть еще масса ресурсов, которые сегодня очень много разной информации, в том числе о здоровье, дают гражданам легко, без усилий и быстро. Дело в том, что разобраться в этом массиве невозможно без мнения эксперта. Я прекрасно понимаю, что люди в одном сайте посмотрят и видят, что информация о том, что помидоры есть полезная, и через пять минут выходит передача по телевизору, которая говорит, что помидоры вредны, и это основной источник всех бед. И поэтому для того, чтобы узнать, правда это или нет, для того, чтобы разобраться в этом массиве информации, нужно, конечно, чтобы человек, которому ты доверяешь, дал тебе ценный совет. Я думаю, что вот эта наша передача, которая позволит врачам, знакомым нашим новгородцам, давать им рекомендации, поддерживать их, поможет людям сориентироваться в этой суматохе, в том, как много всего нужно знать о своем здоровье, а кому верить непонятно. Вот мы уже сказали о том, что это сегодня распространенное заболевание, аллергия бывает на все, что угодно, а вот в Новгородской области аллергические такие проявления, они растут, уменьшаются. Как обстоят дела? Да. Во всем мире растет число аллергических заболеваний, и Новгородская область не исключение. Конечно, связывают это ученые с разными причинами, до сих пор к единому мнению не пришли, но сейчас уже 98% всех заболеваний доказано, что они имеют в большей или меньшей степени иммунологическую природу. Соответственно, и часть аллергического компонента в них тоже есть. Поэтому нужно знать о том, что аллергия присутствует в нашей жизни во всех ее проявлениях, нужно быть к этому готовым, и нужно соблюдать определенные меры, чтобы снизить риск возникновения аллергии или убрать эти симптомы. А в связи с чем вот такой рост и в мире, и в частности у нас, в связи с тем, что химия проникает в нашу жизнь все активнее? Есть несколько взаимоисключающих теорий, поэтому озвучу только основные из них. Ну, генетическая, конечно же, поломки генов, которые накапливаются в результате мутации. Если сейчас медицина дошла до того, что сейчас, конечно же, многие заболевания лечатся, и те, которые имеют иммунологическую природу, тоже лечатся благополучно, и, соответственно, накапливаются эти гены в популяции. Экология, качество воды, высокий уровень стресса, который является мощным стимулом для запуска аллергических реакций. Это несоблюдение правил, я бы так сказала, циркадных ритмов и основных защитных реакций. То есть первичный иммунитет, то, что является основой здоровья, это грудное вскармливание, это своевременный контакт с инфекцией, который должен быть у каждого ребенка, это избыточная гиена. Такой термин есть, и в развитых странах он считается одной из основных причин аллергии у детей. Это когда купание, стерильная пища для маленьких детей, ограничение их в контакте со сверстниками, стерильная одежда, игрушки. Много факторов. Я думаю, что каждый из них несет свой вклад в распространение аллергии среди человечества. То есть аллергия, если так просто сказать, то это неправильная реакция организма на совершенно обычные продукты питания, обычные вещи, на которые ее не должно быть. Но она есть. В связи с тем, что что-то там с гидрами произошло. Чаще всего у нас дети подвержены в нашей городской области аллергии или взрослые? Конечно, фиксируется аллергия чаще среди детей, истинная аллергия. Она у них и возникает раньше, диагностируется. Ну и, к счастью, в основном проходит к периоду полового созревания, то есть 15-16 лет. В этом возрасте основные перестройки организма заканчиваются. И если перед этим ребенка все-таки вели правильно, соблюдали рекомендации, то, как правило, к этому возрасту аллергия, основные ее проявления уходят. Иногда возникает впервые аллергия и во взрослом, во взрелом возрасте. Но для этого нужен мощный фактор стимулирующий. Это, как правило, инфекционное заболевание тяжелое, какая-то интоксикация на производстве или в быту. Это тяжелый стресс, психоэмоциональный какой-то срыв, который тоже часто является причиной аллергии. Или нарушение режима. То есть иногда у людей возникают аллергические реакции после того, как они проработали какое-то время вахтовым методом в смены 4 на 4, когда ломаются режимы сна и отдыха. Иногда после какой-то тяжелой аварии у людей возникает аллергия. Если люди уже во взрослом возрасте такую аллергическую реакцию имеют, то есть ли риск, что у их детей потом уже на генетическом уровне может возникнуть в раннем возрасте аллергия? Аллергия, да. Это наследственно ассоциированное заболевание. Сейчас есть возможность проверить свой генотип для того, чтобы выяснить, возникнет она или нет. Но я могу сказать, что есть вероятность ее возникновения, но это не значит, что она будет обязательно. Все зависит и от факторов внешней среды, и от того, как человек себя ведет. Наш организм очень стойкий. Мы очень живучие. Мы так много на себя взваливаем и так много рушим в своем иммунитете, и несмотря на это мы продолжаем жить. Поэтому нужно просто помогать своему организму и не перегружать его избыточно. И все будет хорошо. Даже при возникновении аллергических заболеваний, достаточно тяжелых, при правильном режиме, при соблюдении рекомендаций, эти симптомы уходят, и наступает длительная ремиссия, когда без приема лекарственных препаратов человек чувствует себя хорошо. Да, это наследственное заболевание. Да, если это истинная аллергия, нужно не путать все-таки истинную аллергию с гиперчувствительностью, если это истинная аллергия, то вылечить ее будет невозможно. Но с ней можно жить так, чтобы она не беспокоила. У нас есть телефонный звонок. Послушаем. Мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это говорит Минафислав Евгеньевич. Вот у меня, мне 55 лет, и лет 10 назад обнаружили аллергию на пульсусловных трав. Можно ли как-нибудь от нее избавиться, или как уменьшить... Уменьшить проявление? Она начинается где-то 20 июля, и где-то через месяц-полтора заканчивается. Нельзя ли как-то... Вопрос понятен. Вопрос понятен. Ну, в первую очередь, если аллергическая реакция уже подтверждена, и есть результаты проб, и они достоверны, то, конечно, нужно проконсультироваться у врача-специалиста. Особенно, если проявления сильные. То есть удушья, насморк, слезотечение, сыпь. Если у вас сейчас нет возможности проконсультироваться у аллерголога, то нужно принимать меры для того, чтобы свести к минимуму хотя бы усиление этих симптомов. Я бы сказала так. У вас есть еще месяц для того, чтобы подготовиться. Нужно начать пить больше воды. Простые способы. Нужно начинать принимать пребиотики, то есть какие-то препараты, содержащие клетчатку растительную, для того, чтобы улучшить состояние микрофлоры и нормобиоты. И необходимо начать дома такие мероприятия, которые уменьшат содержание пыли. Потому что у нас аллергены, они сами очень маленькие, они не летают по воздуху. Они всегда фиксируются на каких-то предметах. Чаще всего дома это пыль. Поэтому нужно обязательно дома делать влажную уборку. Нужно убрать оттуда все мягкие игрушки, ковры, ковры, гардины, ламбрикены, накидочки на мягкую мебель. То есть все должно мыться, вытираться, все должно подлежать влажной уборке в режиме каждый день. В тот момент, когда цветут сорные травы. У нас обычно ежа сборная, такой самый распространенный аллерген. Поэтому спастись можно. После того, как вы выходите на улицу и хочешь не хочешь там находитесь, когда приходите домой, нужно снять всю верхнюю одежду, в которой вы там были, умыть лицо, руки прохладной водой, промыть нос и глаза. И дома, там, где у вас проведена влажная уборка, где нет пыли, где хороший микроклимат, вы будете чувствовать себя в безопасности. Как правило, если за 2 месяца начать прием пребиотиков и начинать пить водичку, то, конечно, эти все симптомы будут меньше гораздо. Но и в тот момент, когда уже цветение трав началось и симптомы аллергии появились, кроме специальных лекарств, которые вам должен назначить специалист, вам обязательно нужно соблюдать простые правила по режиму и диете. Нужно ночью спать, днём бодрствовать. Это обязательное условие. Наш организм в первую очередь восстанавливается, когда он спит. И иммунологические процессы также настроены на этот циркадный ритм. Обязательно нужно ограничить простые углеводы в пище, потому что это то, что закисляет внутреннюю среду организма, и все воспалительные реакции проявляются сильнее. То есть отёк будет сильнее, если вы едите много сладкого. Проявление сыпи, слезотечения тоже будут сильнее, если вы едите много сладкого. Хотя бы на этот период нужно ограничить максимально. Вот это. Нужно употреблять больше растительной клетчатки, нужно убрать из рациона все ярко окрашенные овощи и фрукты. Даже если у вас нет аллергии на пищу, всё равно это будет дополнительным провоцирующим фактором. И нужно, я всегда говорю, нужно внимательно читать на готовых продуктах всё, что написано на упаковке, состав. Если там есть слишком большой список чего-то незнакомого, это есть нельзя. Нужно питаться простой крестьянской едой, которую вы готовите сами, из тех продуктов, которые вы, по крайней мере, купили сами в магазине. Да, мы не можем завести себе корову на балконе, и мы не можем сами выращивать пшеницу, но, по крайней мере, мы хотя бы знаем, из каких компонентов состоит наша еда. Мне кажется, что эти рекомендации будут полезны не только нашему телезрителю, который позвонил, а очень многим людям, которые также страдают. Это касается всех проявлений аллергии. Я ещё раз повторюсь, что любое заболевание должен лечить врач. Но есть общие рекомендации, которые полезны будут всем. У нас новый звонок от телезрителей. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Тамара. Очень приятно. Я бы очень хотела, чтобы вы рассказали, что такое уртикарный демографизм. Возможно ли его вылечить? И вообще с чего он может появляться у человека? Это прям непереводимая игра слов. Это аллергическое что-то? Уртикарный демографизм. У него есть иммунологический компонент. Во-первых, нужно убедиться, что диагноз поставлен верно. То есть это должен быть дерматолог, это должны быть подтверждённые результаты лабораторных исследований. Нужно исключить другие заболевания, которые могут протекать похожим образом. Ну и лечиться нужно у дерматолога. Аллерголог даёт дополнительные консультации, ведёт этого пациента параллельно. То есть это кожные проявления? Да. Я бы сказала, что те рекомендации, которые я дала раньше, касающиеся режима, питьевого режима и диеты, они также подходят сюда для лечения этого заболевания. Как не основное, но как фоновое поддерживающее. И обязательно нужно ограничивать контакт с сухим воздухом. То есть дома должен быть увлажнитель, особенно в той комнате, где вы спите ночью. Там тоже не должно быть никаких мягких игрушек, никаких пылесборников. И обязательно температура воздуха должна быть комфортной, и вода, которую вы используете, она должна быть мягкой. Я не говорю, что она должна быть кипячёной и фильтрованной, но она должна какую-то степень очистки проходить. А остальное всё после кожных проб, после тестов, нужно с специалистом, с дерматологом на приёме. Уважаемые телезрители, телефон прямого эфира 67 97 67. Если у вас есть вопросы, касающиеся сегодняшней темы, это аллергия во всех её проявлениях, то, пожалуйста, звоните. В нашей студии врач, аллерголог, иммунолог, министр здравоохранения Новгородской области Антонина Васильевна Саволюк. Антонина Васильевна, не скучаете вы по врачебной работе? В частности, вы так всё хорошо знаете, людям наверняка помогали очень хорошо. Да, я, конечно, скучаю. Лечить людей – это очень приятно, правда. И я любила свою работу, и по-прежнему я считаю, что я врач. При всех остальных должностях в первую очередь я врач, сертификаты действующие. И я с радостью откликнулась на ваше предложение, потому что это возможность поговорить ещё раз с пациентами, дать им советы и помочь им. Потому что нет ничего приятнее, когда твой пациент выздоравливает. Когда мы объявили о том, что можно задавать вопросы, в частности, Зинаида задала вопрос. Не знаю фамилии, к сожалению, поэтому называют только по имени. В передаче, которая состоится, прошу задать такой вопрос. Можно ли пройти аллерготерапию по полису ОМС, сделать уколы, которые позволяют не принимать каждый день таблетки? Аллергены уже определены, анализы всеплатные, подчёркивает. Неподъёмные деньги требуются на лечение. Это необходимо молодому человеку 35 лет. Причём у родителей аллергии не было в детстве, юности тоже не было. Спасибо. Благодарить за вопрос. Так, спасибо за вопрос. Действительно, у нас сейчас есть возможность лечить аллергические заболевания при помощи инъекции или при помощи пероральных препаратов, таблеток. Лечение это длительное в течение нескольких лет, но результат очень хороший. Но это лечение не подразумевает госпитализации ни круглосуточной, ни в дневной стационар, поэтому оно проходит амбулаторно. И вот эти иммунопрепараты, они не входят в перечень, который у нас оплачивается по ОМС. Возможно, будут пересмотры тарифов, и мы рассмотрим возможность внести их в объёмы хотя бы в каком-то небольшом количестве, в перечень тех заболеваний, которые можно лечить по полису, на стационарном этапе. Но сейчас, в течение этого года, нет. Ну вот такой ответ. Пока. Будем надеяться на лучшее. У нас новый звонок от телезрителей. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу такую тему затронуть. У нас сейчас очень много водовой хини в доме, ну, из-за всяких средств. Не являются ли они нашими аллертиками? Спасибо. Аллергенами такими, да? Аллергенами, да. Химия бытовая. Все вещества, которые для нас незнакомы, с которыми наш организм встречается впервые, ну, я вот отношу это к химическим, к синтезированным веществам, они все опасны в плане провокации аллергических состояний, конечно же. Резкие запахи, какие-то краски яркие, к этому нужно относиться крайне осторожно. Хранить их нужно в помещениях, где хорошая вентиляция, и там, где не находится человек постоянно. Насколько вам необходимо, чтобы едко пахнущий какой-то аэрозоль или средство для чистки находился в вашем доме, решайте сами. Но мое мнение, как специалиста, что их нужно выносить куда-то за пределы помещения, особенно если дети находятся, маленькие дети, ну, любые дети живут в этом доме. Там, где есть собаки или кошки, хозяева знают, что животное начинает плохо себя чувствовать, чихать, ему не нравится. И там, как правило, вот с этим строже. Сразу всю химию вредную уносят из помещений. А там, где живут сами люди и дети, то кажется, что ничего страшного. Почему-то. Вопрос в группе ВКонтакте. Ирина Максимова из Великого Новгорода спрашивает, бывает ли аллергия на холод и солнце? Вот не только на предметы какие-то, а на такие природные явления. Бывает. И чаще у детей. И у детей, и у взрослых. Как правило, вот здесь является как раз спусковым механизмом то, о чём я говорила. Либо избыточный стресс, какая-то травма психологическая, либо перенесённое инфекционное заболевание. Человек чувствовал себя хорошо. У него, возможно, были какие-то незначительные аллергические реакции на пищу, но они его не беспокоили. И в какой-то момент вдруг наступает лето, и кожа покрывается сыпью, как только на неё падает солнышко. Либо, когда наступает мороз, человек выходит на улицу, при первом же вдохе у него начинают слезиться глаза, течёт из носа, и першение в горле появляется. Ну, лечение в первую очередь. Нужно провести хорошую диагностику. Нужно составить пищевой дневник, потому что у нас основная причина – это несбалансированная норма биота в кишечнике, как правило, выясняется, в 99%. И когда мы это всё отсекаем, нормализуем режим, отдых, питание, вот этот вот 1,1%, который остаётся, то здесь уже более глубокое исследование у специалиста и лечение. Но, повторюсь, это редко, а основную часть пациентов всё-таки такими простыми, доступными способами можно вывести из этого состояния. Вот если подвести некий итог сегодняшнего нашего разговора, конечно, аллергия – это очень обширная тема, и она очень такая специфическая эта тема. Если углубляться, то, наверное, дня не хватит, чтобы о ней говорить. Но, тем не менее, если в качестве профилактики, для тех людей, которые не хотят, чтобы у них когда-либо были аллергические проявления. Вот я уже поняла даже сегодня из разговора с вами, что пить как можно больше, ну, достаточное количество воды мягкой, очищенной. Это есть простые продукты, как можно более щелочную пищу, это вся зелень, фрукты, овощи, крупы. Лимон, кефир, как ни странно. Лимон и кефир тоже защелачивают организм. Ну, как бы поддерживать свою иммунную систему, наверняка заниматься спортом, меньше подвергать свой организм стрессовым воздействием. То есть я правильный вывод сделаю. Ну, а что вы от себя еще скажете? Как, допустим, родителям себя вести с детьми, для того, чтобы у детей не было этого? Либо как быстро обратить внимание на то, что у ребенка какие-то аллергические проявления? Ну, что касается маленьких детей. С самого начала я хочу сказать, и поддержат меня все специалисты-педиатры, нужно максимально внимательно относиться к грудному вскармливанию. При любой возможности, даже если молока мало, даже если кажется, что ребенку его не хватает, все равно даже несколько глоточков, там, 5% грудного вскармливания при докорме, все равно укрепляют иммунитет и снижают риск возникновения аллергии. Необходимо следить за тем, чтобы ребенок достаточно времени гулял и двигался на улице. Нужно поддерживать в помещении нормальную влажность, потому что у нас постоянно пересушенные комнаты детские, и у детишек, у маленьких такая нежная слизистая оболочка дыхательных путей, кожи. Они пересыхают, и барьерные функции из-за этого страдают. И иммунитет в том числе, в первую очередь. А какая должна быть влажность? Влажность около 90%. То есть нужен обязательно увлажнитель? Я бы сказала, да. Нужен хороший увлажнитель. Если нет возможности этот увлажнитель завести, то вполне достаточно будет сосуда с широким горлом, такого как ведро или тазик, который будет стоять в комнате. С другой стороны, комнатные растения, все, если они не издают резких запахов и не ядовитые, что актуально для детей, они, конечно, тоже помогают микроклимат в помещении поддерживать хорошим. Нужно следить за тем, как я сказала, чтобы не было лишних игрушек мягких, которые так мило выглядят, но которые никак не... Пыль-сбурники, как вы сказали. Да, которые нельзя никак избавить от этой пыли, каждый день их же не помоешь. То есть все должно мыться и протираться. Не нужно слишком часто мыть ребенка, особенно с мылом и различными дезинфицирующими средствами. Нужно дать возможность его кожной микрофлоре спокойно развиваться и колонизировать вот его кожные покровы и слизистые, потому что избыточная гигиена – это тоже вредно. Избыточная дезинфекция продуктов, только кипяченая вода, только консервированное, пусть очень дорогое детское питание, которое либо стерильное, либо содержит какие-то консерванты, все равно изначально по своей технологии. Это все нарушает иммунитет, это все является дополнительным фактором, провоцирующим аллергию. Движение на свежем воздухе – да. Гуляние босиком – да. Особенно в деревне, где там, где это возможно. Я не хочу сказать, что детей не нужно мыть и нужно давать им есть с земли грязную еду. Но все хорошо в меру. И нужно к гигиене относиться тоже без фанатизма. Я считаю, с одной стороны, что детей нужно прививать. Это очень полезно. С другой стороны, не менее полезно, чтобы они вовремя ложились спать. Режим, чтобы соблюдался обязательно. Потому что сейчас молодые родители очень часто не соблюдают режим. Дети гуляют и до 12 вместе с молодыми родителями. А иммунитет от этого страдает в первую очередь. То есть сначала у нас начинаются иммунные нарушения, потом присоединяется все остальное. Просто они не видны снаружи. Все накапливается по нему. Да. И в какой-то момент происходит качественный скачок, и вот почему-то у нас аллергия. Может ли аллергия проявиться сейчас, в летнее время, когда родители с детьми выезжают к морю, в другой, допустим, климатический какой-то регион? Может ли там быть вспышка аллергии впервые? Если впервые, да, может быть. Например, если там цветет амброзия. То есть у нас ее еще нет, а в южных регионах она есть. И если у ребенка есть аллергия на эту амброзию, родители, может быть, знают, что у них у кого-то из родственников она была, то это очень мощный аллерген, проявляется тяжело, и, конечно, нужно быть к этому готовым. В любом случае, если вы едете куда-то за пределы региона, вы обязательно должны с собой взять какой-то антигистаминный препарат в аптечку. Довигин, супрасти. Да, что-то такое обязательно. Ну и первые признаки аллергии, если появляются, то кроме того, чтобы дать попить, умыть, положить в какое-то помещение, затененное в комнату, где не пыльно, прохладно и комфортно, ну, нужно вызвать врача, потому что аллергии развиваются не всегда так, как написано в книжках. То есть кроме анафилактического шока, который описан, развивается в ближайшие несколько секунд, могут быть еще и замедленного типа аллергические реакции, но они не менее опасны, они тоже могут быть причиной серьезных осложений со здоровьем. Спасибо вам большое за все, что вы нам сегодня рассказали. Если вы, уважаемые телезрители, что-то пропустили, либо вот не все запомнили, то у вас есть шанс посмотреть программу в повторе. Ночью она будет в 0.40 на нашем канале, а завтра утром в 7 часов 5 минут. А завтра в 12.40 в прямой эфир к нам придет врач-кардиолог высшей категории Александр Виноградов. Мы будем говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях, поэтому готовьте вопросы, задавайте вопросы в группе ВКонтакте Новгородского областного телевидения. И до встречи завтра. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин